Дорогая Авдотья Андреевна, весь наш коллектив желает вам скорейшего выздоровления и возвращения к нам еще более красивой и умной, чем вы были раньше. Добрый вечер, дорогие телезрители. На канале НТВ программа «Школа злословия». Но она сегодня выходит не в вполне обычном формате. Веду ее я одна. Я, Татьяна Толстая, это вы, наверное, за 11 лет уже запомнили. А Авдотья Андреевна Смирнова не ведет ни почему-либо, а потому что она отдыхает после сложной операции на позвоночнике. И мы все ей желаем быстрого выздоровления и большого успеха, который, собственно, не замедлит себя ждать. Она скоро вернется в строй, как говорят военные и бывшие военные. У нас сегодня в гостях Мария Валерьевна Черницкая. Здравствуйте, Мария Валерьевна. Объясняю, кто. Мария Валерьевна моя старинная подруга по филологическим занятиям. Но сейчас она совсем даже не филолог, а она владелец и генеральный директор агентства, которое занимается контекстной рекламой, как я понимаю. Да. То есть вещами, которые я совсем не понимаю. Да, им вообще мало кто понимает об этих вещах. Но все хотят этим пользоваться. Все хотят пользоваться. Расскажите нам, как эта штука работает, зачем она нужна и вкратце, и как это применяется. Вот в двух, в пяти словах. В двух, в пяти словах. Знаете, я очень давно занимаюсь интернетом и интернет-рекламой. И все то время, когда интернет только появился, в России или где-то, у всех была мечта такая золотая. Как бы сделать так, чтобы сделать какие-нибудь проекты, и чтобы было много страниц, и каждая страница приносила бы по старушке, а старушку бы по рублю. И вот бы все тогда золотились бы, и царь узнав о нашей такой большой дружбе, и вот всякое такое. Но сделать это удалось немногим. Это сделать удалось большим поисковым системам. Google или Яндекс, ну, неважно, большие поисковые системы научились зарабатывать, размещая рекламу, пользуясь нашими же поисковыми запросами к ним. И если кто-то из нас ищет, где купить чашку, телефон, телеграф и что бы то ни было, то там же размещается реклама, которая зависит от результатов поиска. То есть если я ищу, вот я сижу дома и хочу купить чашку, да, и я вбиваю тогда в поисковую строку... А все что угодно. Хочу купить чашку и так далее. Но дело в том, что дальше вы получаете результаты поиска, который обычный пользователь интернета, а гуманитарно ориентированный так тем более, не может различить, где там реклама, где поиск уже подыскал вам то, что нужно. Вы в результате видите смешанную довольно выдачу, в которой много, многое, большая часть состоит из рекламных объявлений. Для того, чтобы эти рекламные объявления вам показать, специалисты, действительно, по-настоящему лингвисты работают там в нашей компании, которые выбирают слова, подбирают слова для того, чтобы описать те области знаний, которые нужны нашему рекламодателю. И под эти слова пишут рекламные объявления. Так, вот это что значит? Те области и те слова. Как? Вот я рекламодатель. Я затоварилась чашками, блюдцами, вилками. Я хочу, чтобы их купили у меня, а не у Ивана Ивановича. Смотрите как. С чашками и вилками очень просто. Вы приходите, делаете это сами, с нами, неважно. Важно, что вы подбираете набор слов, описывающих ваши чашки. Там, купить чашки, купить блюдце, купить фарфор, купить китайский фарфор, императорский фарфор. Количество слов может быть довольно большое. И составляются рекламные объявления, и все это размещается в поисковых системах в виде под те слова поисковые, которые люди ищут, эти чашки. Интереснее, когда речь идет не о тех бизнесах, которые описываются 10-20 словами. Интересно, когда речь идет о бизнесах, которые описываются миллионами слов. То есть? Ну вот есть, например, люди, у которых барахолка. Вот сколько слов есть в барахолке? Весь словарь, плюс умноженный на весь словарь существительных, умноженный на весь словарь глаголов, прилагательных, и все это поженено друг с другом. То есть это уже миллионы слов, на которые вы могли бы искать то, что предлагает этот сайт. И это уже даже не работа лингвистов, это работа мат-лингвистов и программистов, и больших технологических систем. Подбирать слова для таких бизнесов, придумывать объявления для таких бизнесов. И это уже давно, когда-то это был рекламный бизнес, и, наверное, мы говорили, да, мы работаем в рекламном агентстве. Уже давно мы не работаем ни в каком рекламном агентстве. Мы работаем в большой технологической компании, которая умеет огромным количеством слов описать бизнес. И работаем с этими миллионами слов. Это вот потрясающе интересно. Я все равно даже не могу начать это понимать. Но что мне здесь интересно, это то, насколько ваш филологический бэкграунд, вот как он привел вас к такого рода бизнесу. Потому что я как-то, ну, в общем, когда мы знали наши филологические дни, не правда ли, то никто бы не заподозрил, что вы как специалист по Набокову перейдете в стан финансистов. Ну да. Я все время вспоминаю слова академика Капица, который говорил, вот есть науки естественные, и мы, люди, которые имеем отношение к естественным наукам, другие науки, снобски называем неестественные науки, вот эти гуманитарные. И я как раз магистр этих неестественных наук училась в Америке, училась в России, и была набоковедом, и, вернувшись в Россию, с одной стороны, конечно, не предполагала. То есть скажи мне 15 лет назад, что вот я стану директором такой сложного, интересного, огромного бизнеса, конечно, я не могла бы даже предположить такого. Это одна часть. А другая часть, я была маленькая, у меня был очень... Мой дедушка был большой, важный человек. Он был и прожил много лет, и очень интересной судьбой был человек. И он у меня взял с собой маленькую в институт свой, где он работал. Мы шли по коридору. Он был геологом? Геологом, да. И мы шли по коридору, и шел директор института. Дедушка был, правда, большой, уважаемый человек. Директор лично с ним поздоровался, посмотрел на меня и говорит, ой, девочка какая хорошенькая. Вот тебе, девочка, директорское яблочко. Будешь ты, девочка, директором. Вот у меня директорское яблочко. Так оно мне дано было, и я его несла и ждала, когда же я, наконец, стану директором. Поэтому как только подвернулся момент, когда... Для меня стало понятно, например, я работала в разных бизнесах, что я никогда больше не буду работать по найму, не могу работать по найму, и хотела бы делать свое дело, то очень странными... Было целое лето, я помню, безделье, когда я ничего не делала, я ходила в бассейн, рисовала и думала, а что бы я делала такого, чего не делает никто. И вот разные люди приходили. Когда ты объявляешь миру, что открыт новому, вот эти новые идеи, новые возможности, они сразу возникают и приходят к тебе. И вот они приходили, но ни одна мне не нравилась. Потом одна вот, один человек мне говорит, а давай сделаем вот такое. И это было для всех смешно. Агентство контекстной рекламы в 2002 году. Маленькие деньги, небольшой охват, ничего интересного. Но я загорелась по какой-то причине. В том числе потому, что это было на стыке технологий, и лингвистики, которая мне была близка. И так вот оно вдруг выросло в огромный бизнес, который есть часть, наверное, самого большого бизнеса в интернете. Такой момент в этом поиске. Мы с вами об этом говорили, но поскольку моя голова уж точно, ко мне кто не приди и не предложи мне такого рода дела, нет, он так и уйдет, насквозь меня пройдет куда-то дальше. За меня это, к сожалению, не зацепляется. Вот то, что твой личный компьютер, твой личный поисковик, он уже к тебе привыкает, и он уже как собачка у тебя откликается на твои пожелания. То есть если ты запрашиваешь и принимаешь какие-то литературные поиски, филологические, чисто филологические. Вот я желаю цитату, например. Я, как правило, лезу, чтобы проверить цитату, основное, что я делаю. Очень редко что-то я хочу купить, что меня потом замочивают. Думают, что я теперь весь мир куплю. Если я набрала слово «тарелочка», то там летающие тарелочки ко мне приходят. Потом приходят действительно императорские фарфоры. Нет, я лучше с пластмассы буду есть. А филологические вещи, они ко мне приходят. Так мы с вами говорили о том, что поиск подстраивается под каждого лично, и он на одном компьютере, ты сидишь, он тебе будет выдавать скорее литературу, а как только ты переходишь к другому компьютеру, то он будет тебе выдавать поиск, который последний пользователь. Что это происходит? Каким образом эти вещи делаются? И что надо знать потребителю? Это история последнего времени, и это то, будущее, куда мы движемся. То есть если когда-то, когда появлялись интернет-сервисы, они были единообразные, безобразные, но единообразные для всех, то на сегодня каждый из этих сервисов, которыми мы так или иначе пользуемся, будь то Facebook или поиск, или почтовая программа, они все делаются более персонализированными становятся. Они много получают знаний от нас, потому что мы ими пользуемся. И накапливая эти знания о нас, они их используют для того, чтобы дальше улучшать эти поиски. Например, вот мы сидим у нас в компании, все люди сидят в открытом пространстве, open space. И иногда возникает такой крик, а я вошел в Facebook девочкой, и вдруг я увидел девочкой, как много там другого совсем, и что Facebook показывает для девочки. Вот. Так же и поиск. Поиск действительно... Если раньше и вы, и я, поискав Гуглом или Яндексом, получали одни и те же результаты поиска, то на сегодня уже мы получим совсем разные. Вы получите одни результаты поиска, а я получу другие под один и тот же поисковый запрос. А поскольку... Извините, просто моя голова, это душа моя. А как же, смотрите, вы были в России, потом вы пользовались им в Греции, потом в Америке, во Франции. И поиск вашим, локальный ваш, стоящий на вашей версии поиска, знает, что вы будете искать из разных мест. Да, у меня Яндекс спрашивает. Вы в Нью-Йорке? Вы в Нью-Йорке. Я думаю, что ты, я, может, скрываюсь. Да. Вот. Это, кстати, следующий вопрос того, что так много, общаясь с умными системами, мы очень много знаний оставляем о себе и больше не можем уже быть незамеченными. Ну, конечно, есть разные средства. Мистер-Х, да. Да, которые хотели бы скрыться, они скрываются. Но в среднем люди не думают об этом. И системы поисковые, в том числе и Фейсбук, и Гугл, все очень много знают о вас. Это ужасно. Это, с одной стороны, очень приятно, потому что вы не получаете глупую выдачу. Вы вот умное искали, искали, умное искали, искали. Теперь поиск очень умный, показывает вам очень умные результаты поиска, и вам не нужно тратить много времени для того, чтобы выбрать из большой выдачи то, что нужно именно вам. Ну, некоторые запросы я бы не хотела обнародовать. Я бы не хотела, чтобы другой случайный член семьи, подсевший к компьютеру и что-то набирающее в поисковой строке, увидел мои запросы, которые так полезут. Они со всех сторон, сбоку. Но ведь это же философия. Она в том и состоит, что один человек, один компьютер. Один предмет, которым мы пользуемся целыми днями, всюду, в дороге, в поездке, в самолете, на пляже. Мы им читаем, мы им ищем, мы им играем. Вот это изменение. А то, что мы можем звонить другому человеку. И вот в моем детстве мы с сестрой разговаривали, что вот, а вот если бы был видеотелефон, и я бы тебе звонила, а ты бы мне звонила, были маленькими девочками. Да, а что теперь? Я говорю, видеотелефон у каждого есть, звони, не хочу. Да все ей звонят, не хочу. Да, звонят, не хочу. Я видала людей, ну, сколько-то лет назад, когда еще мобильные телефоны были не так распространены. Вот типичная картина. Человек выходит из дома, он выходит из парадной, и он достает телефон и уже звонит. То есть он дома мог прекрасно позвонить, не по мобильному телефону, еще достаточно дорого было. Но просто раз у него есть, он должен в эти кнопки тыкать. Вот просто это как предмет, это такой невроз уже в пальцах, потыкать в кнопки. Ну и вообще, понятно же, что технологии настолько изменили существование, гуманитарного ли человека, или, естественно, научного, но жизнь совсем иная. И паттерны поведенческие, насколько поменялись сегодня, благодаря интернету в том числе, когда мы можем... Когда вот раньше ведь, что, если ты в кафе в разговоре наткнулся на неизвестное знание, у меня вот отец мой, филолог большой, серьезный, много читал и всегда все помнил. У меня был единственный способ, если я не знала цитату, я могла ему позвонить, сказать, папа там, а вот как там звучит, вот помнишь. И он человек, который прочел, наверное, все книги мира на всех языках, он всегда все помнил и был таким всяким научным, библиотечного знания филологического. Но теперь же не нужно никакому отцу звонить, ты кнопку нажал, и все тут же получил. Вы знаете, да, этого мне даже жалко. Это у Юнга есть запись такая. Он изучал вот это первобытное сознание и то, каким образом он получает знания. Вот совершенно дикий африканский человек, совсем дикий, ему нужно было как можно более примитивно. Они очень хорошо ориентируются во всем, что касается выживания, ведения хозяйства и так далее. Как, откуда они знают какие-то определенные вещи. Например, там засуха, все высыхают, реки все высыхает, и там вождь племени говорит, идем туда, там будет, значит, пастбище. И они перегоняют своих зебу или кого-то вот на эти самые пастбище. Как, откуда они знают? Вот Юнг разговаривает с таким вождем. Он говорит, как вы знаете, откуда? Этот вождь ему говорит, ну, раньше вот мой отец, он видел во сне, куда надо идти, и где водопой сохранился, где сохранились пастбище. И мы коров гнали туда. А сейчас мы уже не видим снов, потому что английская администрация знает. И это реально, потому что существуют способы извлечения из, так сказать, ну, не будем далеко в Юнг залезать, это вообще мало кто понимает, но и мало кто в это верит, ну, я верю, хотя мало понимаю. Существует какой-то ход у человеческого мозга вот в этот океан знаний, который предсуществует. Каким-то образом. Туда можно сходить, оттуда можно вернуться. Туда ходят дивинаторы, угадчики, так сказать, будущего. Туда ходят эти медиумы, туда как-то ходят, скажем, цыгане. И туда ходят некоторые аутисты, и туда ходят некоторые дети, и туда ходят дураки. То есть существует такое понятие, как Юнг выражается. Это даже нахоженная тропа туда уже. Тропа нахоженная, но, понимаете, если вы начнёте думать, то всё, она закрывается. Она открыта для людей, которые отключили интеллект, потому что это неинтеллектуальный путь. Очень, грубо говоря, очень, очень грубо говоря. И это вот там Юнг называет в соответствии с формулой какого-то там, забыла, врача, тоже психолога или там психиатра. То есть понижение интеллектуального уровня. Вот если ты понизил, то есть как это? Дуракам везёт, да? Вот этот вид там везёт, скажем, первому, если ты первый раз играешь в рулетку на ипподроме, первый раз везёт, потом нет. Это известное, замечено. И вот существует некоторый механизм, значит, прохода туда. Это же работает, когда у тебя нету английской администрации, которая могла бы тебя помочь. Я помню тоже, что, например, навязчивая строка звучит. Или мне кто-то из знакомых говорит, вот привязалась, ты не знаешь, вот откуда это. И если я это когда-либо читала, а мы, как правило, все читали более-менее одно и то же, то я вот как бы входила в некоторый транс и ничего не думала, но какую-то кнопку внутри нажимала. И через некоторое время приходила подсказка, типа, Некрасов, Алексей Константинович, идёшь тогда к Томику, листаешь, находишь и думаешь, ес, значит, всё-таки это в памяти было. А сейчас всё. Я так не могу уже. И от этого возникает теперь для меня вопрос. Ведь была раньше ценность человека, который обладал энциклопедическими знаниями. Часть этих людей, энциклопедических знаний, так и оставались ходячей библиотекой. Часть из них много думали и вот были ещё интеллектуалами как следствие этого. А что происходит теперь, когда ты не должен, можешь не хранить знания? Да, ведь есть некоторая общая леность как языка, так и сознания, если можно не хранить знания. То как дальше идёт мысль, откуда она берётся? Что есть ценности? Какой человек будет вызывать уважение? Если раньше вызывал вот этот, который много знает, то на сегодня у нас есть заменитель его, Шайтан Машинка, который знает гораздо больше. Визгая администрация. Да, визгая администрация ответит на любой вопрос в любую минуту. Где возникает тогда ценность чего на сегодня? Того, кто умеет придумывать новое в большей степени? Поскольку я нахожусь в той среде, которая техническая и не гуманитарная в большей степени, а именно технически ориентированная, то да, здесь ценность всегда только нового. Да? Да. Все озабочены непрерывно поиском каких-то создания новых проектов или реализации новых идей. То есть это экстенсивное такое поглощение вселенной, освоение. Освоение. И все, что уже два года существует, уже не новое. Давайте еще новое. И этот интернет, который так устроен, он требует этого нового непрерывного. Это же не очень здоровый путь. Не очень здоровый, но ведь и вы вовлекаетесь в него, как пользователь. Здесь, я думаю, конечно, обратная связь. Появляются сервисы, которые нужны людям. Вот я про интернет говорю, что интернет-сервисы, что это чистый капитализм. Здесь спрос рождает потребление. То есть есть спрос, люди не хотят писать длинно. Вот никто уже не может написать и читать. Очень мало количества людей вообще могут читать длинный текст. Хотят писать коротко и читать коротко. Все. Не нужен уже живой журнал. Нужен Фейсбук с коротким высказыванием. А есть еще короче, Твиттер, в котором вообще три слова. А насколько он востребован? Колоссально. А есть те, кто даже и писать-то не хотят, а хотят, чтобы были только фотографии. Все, не надо менять. Это Инстаграм. Да, Инстаграм. То есть сообщение и коммуникация человека с миром и другими людьми становится максимально короткой. Минемально короткой. Хорошо. А капитализм здесь... В том смысле, что когда там возникает спрос, то тут же возникает предложение. И я вот говорю, что... То есть вы считаете, что это просто человек ищет новые способы выражения и принятия информации? А тогда ему предлагается формат... Ну да, сидят разные аналитики и думают, сделаем-ка. Вот, видимо, не хотят люди писать. Ну-ка, сделаем Инстаграм. И хоп, миллионы пользователей. Ну, знаете что, вот этот переход от вербального к визуальному, это старая вообще вещь. Об этом как о тревожном явлении, я помню, говорили в 80-е годы. Люди, так сказать, интересующиеся, я даже не знаю, чем это философия, социология, культурология. Ну, вот эта вот область вполне неестественная и очень интересная, что вот намечается немота. Интернет, кстати, развернул это, как нам казалось в свое время. То есть люди перестали тогда писать и говорить и перешли к визуальному. Визуальное искусство стали востребовывать. Это очень хорошо помню. Это вот в начале 80-х это очень обсуждалось. Я просто из той среды, где это обсуждалось, я ушла где-то в 87-м году на собственные вольные хлеба и затворничество. Вот. И когда появился интернет, он все это вернул назад. Я помню, я человек очень вербальный, я не визуальный. Поэтому у меня было ощущение реальной немоты и даже какого-то удушья. И вдруг, понимаете, интернет с кириллицей по-русски кнопку нажал, сам зарыгается свет. У меня было ощущение, что вот я из какого-то долго брела по руслу высохшей реки и вдруг океан. Я в этом океане просто, ну, наслаждаю. Мне сны снились с огромным обилием воды. Какие-то моря, океан, вот это все. Просто пошла метафорика какая-то пошла. Да, море, море, море. Слов море шло. И там появились смыслы. Там, значит, ты ныряешь туда, а там, а там. Но практика покажет и показывает, что тех, кто хочет говорить, очень мало. Их мало. А тех, кто хочет назад к наскальной живописи, то есть вот коровку нарисовал, побежал, убил. Или наоборот, убил и тут же нарисовал. Или себя с копьем за коровкой. Или себя с копьем за коровкой. А их гораздо больше. Скоро будем писать письма узлами. Узлами. Вязать узлы. Но это же правда. Так интернет отображает, каково нынешнее состояние общее. Оно вот в том, чтобы не говорить уже. Да. Ну, здесь есть какое-то противоречие. Оно, чтобы не говорить, но вся ваша работа о том, как говорить. Вы же как бы филолог в чужом перу. В общем-то. Если бы вы были чистый технарь, то я думаю, что ничего бы из этого дела не вышло. Потому что это все-таки неестественная наука, которая чистый технарь не понимает. Мы же привносим туда что-то, что даже не продумывается. Если ты это продумываешь, ты это убиваешь. Там есть такая вещь, этим занимаются мат-лингвисты, чистые лингвисты, но это вот поверяние алгебры, гармонии. Да, да, да. Оно, конечно, убивает. Оно, конечно, убивает. Потому что это переход с правого полушария на левое полушарие и прощай образ. Я подумала про ну вот про теоретическую физику, которая, она же математика. Это мне говорил родственник мой, который теоретический физик, что мы про измерения говорили. Я все пыталась из него вытрясти. Сколько измерений в мире? Ну вот сейчас там минимум 15 считается. Ну а какие они? А что? Ну вот там считается четвертое время. Три все мы знаем, четвертое время. А пятое что такое? Ну и пошли разговоры. Я говорю, а вот восьмое. Давай так. Восьмое, оно какое? Это мы чего? Вот. Разговор становился томным. Значит, и он мне говорит так. Он говорит, понимаешь, до какого-то, не помню, измерения вот физики, теоретики, математики, они могут разговаривать. Они говорят, они спорят, они сравнивают, они показывают. Потом метафоры начинают идти в ход. А потом все, конец. Кончается. Все слова кончаются. Они могут только мелок взять и... И вот это показывают друг друга через математические формулы. Там есть место, момент, где обрываются все слова. И за ними начинается уже... Бессловесная пустыня. Это напоминает мне вот это великое-великое стихотворение Мандельштама о том, как он спускается назад, да, в мир бессловесности про Ламарка. На какой-то лестнице Ламарка я займу последнюю ступень. Напомню. Вот. Если все живое, лишь по Марка за короткий выморочный день. Абсолютно гениальное стихотворение, за исключением первой страфы, которую надо вырезать и убрать, она не нужна. И там ты теряешь все зрение, слух, и ты вот ты пропадаешь куда-то совсем в то, что нельзя назвать. В оно. В первое бытие. В первопричины какие-то. Все. Пошел спять. Вот и здесь то же самое. То есть это на другом конце вот этой трубы. Либо, значит, когда ты отправляешься в верхние какие-то смыслы о количестве изменений во Вселенной. Либо, когда ты направляешься вниз и растворяешься среди кольчатцам спущусь и кусоногим. Кусоногим. Ну вот это как раз, мне кажется, этот ад, это люди во многом... Ведь есть такое представление о программистах. Большая часть людей, которые делают интернет, это ведь программисты в первую очередь. Есть представления о них очень смешные, анекдотические, этого всего полное, мы все знаем. Но, а ведь они именно те люди, которые не разговаривают. Это, конечно, удивительно. Это мир неразговаривающих, удивительных людей. Но это вот какая-то насмешка, мне кажется, Господня, как что люди совсем невербальные сделали системы, которые живут все, связанные со словами. Ведь поиск написали программисты. А как Вселенная возникла, не удивляет? Вот как крутятся планеты, там никакого вербального... Конечно, в начале было слово. Ха-ха. Ну, это так. Это анекдот в каком-то смысле. Да. Слово было у Бога, и слово было Богом. Но вообще-то все эти орбиты и кометы, и... Там ничего не звучит. Это все совершается в страшной тишине. Там даже нет воздуха, чтобы звук разносился. Там мысль, да, у кого-то есть. У него. Но ни слова уже. Да и слово-то было логос. Порядок. Схема. Программа. Закон. Число. Вот что такое логос. А не так, прям слово. Эй, давайте! Да. Два слова про Набокова, как такового. Вот поскольку вы Набоковед и Канедасского защищали по Набоку, правильно? Вот Набоков сравнительно с другими все-таки, он стоит особняком, правда? Сейчас его затоптали, запошлили, и бог знает, что с ним сделали. И как-то совсем уже даже ушел он. А будто его все поняли. Да. Будто они его съели, переварили и поняли. И он отошел в дальний какой-то уголок пыльной библиотеки. Да, да. И все успокоились. Да. Фух. Преодолели. Преодолели. А то он такой, ой, Эверест, как мы взойдем-то на него? Думают, что взошли. Окей. Но мы будем, мы не будем делать вид, что он стал проще после того, как вы его прочли. Он не стал проще. Что он для вас? Я его всего-то не прочла. Но по-английски я его не решаюсь читать. За малым исключением. По-английски за малым исключением читать его трудно и тяжело, но, как сказать, мне кажется, что, конечно, время прошло. Ведь 20 лет назад, когда я этим занималась, и 15 лет назад, когда я этим занималась, видимо, у меня было одно отношение. Сходное тому, которое было вокруг него, всеобщее, это восхищение мастерством этим словесным жонглированием бесконечным и гладкостью. Есть же люди, писатели, которым удается немножко пожонглировать, а ты читаешь строчку за строчкой, страницу за страницей, и все жонглирование непрерывное. Но сейчас, вот из этой точки, глядя на него, я думаю, конечно, что во многом это алгебра и гармония. Что это писатель, у которого очень много от ума, как художник Сальватор Дали, в котором смыслов больше, чем органики. Потому что я выросла в семье и гуманитариев, и естественных наук, и ученых, и художника, и папа мой художник, и я знаю этот момент, удивительный, который в художниках очень хорошо понимаешь, что вот, когда собираются за столом говорящие люди, художник всегда молчит. Чаще всего художник будет молчать, или как-то, если и говорить, то довольно трудно понимать художника в его словах, и слова его красноязычны часто. Но на следующий день, например, он приходит, и приносит работу какую-нибудь, и говорит, вот что я тут принес? И ты видишь, что художник все понимает, и что и божественная сила прошла сквозь, и вот руку нарисовал его, и в то же время и смыслы в этом есть, и какое-то волшебное что-то невербальное и нерациональное совсем. А в Набукове очень много рационального. Да, соглашусь. Но мне кажется, что он вот именно две вещи совместил, и гармонию, и алгебру. Он этой алгеброй хорошо так прошелся, как частым гребнем, но по гармонии, которую он тоже испытывал, у него недаром такое количество мистического, которое он очень ловко припрятал, и как бы, а вот не покажу. То есть он знал, намекал, что, мол, знаю, не скажешь, руку протянув, стена. Он про эти вещи думал. Он знает, что вот существует нечто то, другое, и отсюда ты туда не пройдешь, а если пройдешь, то только вот волшебным способом, например, любовью или творчеством, но поскольку это неприличный разговор в обществе, то он об этом говорить не будет. И он напишет массу всякого смешного, умственного, саркастического, издевательского. Вот, например, великий рассказ, конечно, «Весна», «Феальти», там тот герой, который дьявол, Фердинанд, он же змей, но он змей, то есть он дьявол, он и рисуется, как дьявол. Все в нем, значит, имеет метафоры змеи и дьявола. Такая завитушка, да-да-да, он даже в плечонске у него что-то было. И там есть такое прилагательное офеологическое. Обычно все млени смотрят слова, что это значит, но это значит, имеющие отношение к змее. Вот, то есть все открытым текстом сказано. И вот он писатель, и он все пишет все ярче, гуще, и то окно, через которое был виден волшебный сад, все больше и больше становится записанным вот этими яркими красками, пока его совсем не видно. То есть это сад, понятно же, вся метафорика рая, где находится первородина смыслов, и вся метафорика змея, который все это оттуда выносит, портит, гадит, охлаждает, соблазняет и губит, в конце концов, вот героиню, там очень сложно, дальше я не буду вдаваться, там двойные, тройные метафоры, да, там все не напрямую, но вот это, это вещь напрямую. Ведь недаром это опять разговор о том, что имеется то место, то пространство, то рай, и имеется здешний мир, в котором, конечно, тут дьявол, он с вами ездит на машине, ходит под ручку, вообще, так сказать, пьянствует и делает всякие вещи. Мы туда пока не попадаем, туда можно было бы попасть, но мы туда не попадаем. Он все время, так сказать, помахивает вот этим, Набоков, он все время дает знать, типа, э, я знаю, я тут, не бойтесь, я не по эту сторону, я и по тут тоже. Он все время эти делает вещи. Он делает эти вещи, конечно, но в нем, и это в нем тоже есть, но так много в нем иррационального, разумного. У меня вообще любовь с ним началась с рассказа «Королек». Я не помню. И весь. Он два, я сейчас скажу, маленький немецкий город, живут два бюргера, мясника, и к ним поселяется человек, которого нам Набоков рисует, как того, кого гуманитарная душа сразу принимает, как хорошего, милого, тонкого, нежного, и он, может быть, стихи даже ночью пишет, и свет в него горит, а эти бюргеры его ненавидят. И все заканчивается тем, что они забивают его до смерти, а с утра приходят полицейские, и говорят, убит большой фальшивомонетчик у вас тут на улице. И он лезет в карман за деньгами, не заплатил ли он нам фальшивкой. Конечно же, оказывается, что тот заплатил нам фальшивыми деньгами. И это, казалось бы, точка в рассказе. Но Набоков говорит, читатель, я знаю, ты сейчас плачешь. Но вот не плачь, и вот на самом-то деле, и что-то. И то, что он так хорошо знает читателя. Что он знает, что он с ним сделал. Он знает, что он с ним сделал. Это такое дьявольское, конечно, умение. Оно поразило меня в 15 лет. Какое-то потрясение было. Как он знал, что я испытываю в эту минуту. Манипулятор. Манипулятор, да. Он знал, что он манипулятор, и поэтому он и рисовал этих манипуляторов. Который, да, его... Да, альтер-эгги такие. В каком-то смысле, да. Нет, но у него все равно. У него есть идея, за что ему все просится. Вот за то, что у него всегда есть дверь, через которую можно выйти. Как вот посещение музея. Когда ты... Идешь ужас-ужа... И вот вышел. И вот дверь, и ты вышел, и ты снег, и ты в Петербурге. Стреляют. Опасно. Вообще, как попал назад, там не говорится даже, да? Вот что есть, это вот дверь. Вот то, что он знает, что есть эта дверь. То, что он обещает. И в каждом его... У него везде эта дверь есть, и есть... Вот он нарисует весь этот целый мир чудовищный, например, или прекрасный, разный. И вдруг... Вы правы, да. Он показывает такое чуть-чуть. Даже в Лолите, например, это очень... В английском тексте даже лучше, чем в русском есть. Там показан такой выход, что на самом деле... И он все видел, все понимал, и все было не так, как он 200 страниц нам излагал. И что он видел всю такую тонкую... Тонкую сторону всего. Да, да, да. И за ней был выход. Поскольку мы грубы, читатель груб, вообще люди грубы, за маленькими исключениями, то мне кажется, что он вот так и сделал. Он выставил определенное количество текста на потребу вот грубым, а поскольку среди этой толпы встречаются тонкие, то он и тонким так помахал. Типа, я знаю, да. Вот так он сделал. Возможно. Ты же много играл очень. О, играл. Играл. Таких писателей, играющих не так много в русской литературе. В русской-то кто еще? Кто так играл? Хотя бы близко. Играть-то пробовали. В 20-е годы вообще играть. Мне кажется, Гоголь играл много. Не знаю. Какие-то сказки его, и вот он миры такие построил. Нет, это не игра с читателем. Это правда строил. Там больше, мне кажется, сам строит, получается, сам удивлен. То есть не то, что я вам сейчас сделаю. Я вам сейчас покажу, я сейчас так сделаю. Сейчас вы у меня будете обмануты. Вы туда смотрите, а я сюда пойду. Нет, Гоголь так не позволял себе. Мне кажется. Мне кажется, нет. Мне кажется, там органики гораздо больше. Там нет такой манипуляции. Там нет. Он сам впадает в какие-то пароксизмы со слезами. Ну, может быть. Так называемое лирическое отступление мертвых душ. О, Боже. Нет, его там муза замучила прям, зацеловала. А к второму тому уже губы вытерли. Пошла. Так. Наше время, к сожалению, не стекло. Марина Валеньевна, огромное вам спасибо. Просто удовольствие от разговора и понятным, и непонятным. Спасибо вам большое. Спасибо. Приятно поговорить о вещах, не имеющих отношения к тому, чем я занимаюсь, а скорее поговорить о том, чем я занималась когда-то. То есть о вещах гуманитарных, о литературе, на боку и Гоголь. Не важно о чем. Важно, что это не то, что составляет день сегодняшний, а то, что составляет жизнь ума и духа. Редактор субтитров А.Семкин